Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать у себя на сайте, у себя на видеоблоге виктан.инфо. И сегодняшним выпуском я хочу открыть новую рубрику под названием «Виктан отвечает». Что это за рубрика? В этой рубрике будете вы задавать вопросы, а я буду делать видеоответы на них. Почему? Потому что в письменной форме очень часто люди задают одни и те же вопросы. И, если честно говоря, нет времени одно и то же, как попугай, каждому писать. Поэтому я решил сделать такую рубрику «Вы задаете вопросы», я на них отвечаю при условии, если я в этих вопросах компетентен. Итак, на мой взгляд, вот несколько вопросов, которые пришли ко мне на сайт, на почту, как говорится, на мыло. На мой взгляд, наиболее интересных. Вопрос первый. Здравствуйте, Виктан. Вот уже несколько месяцев меня терзает один и тот же вопрос. Я с течением обстоятельств попала к одной ведунья. Она утверждала, что она маг. Так вот, я у нее снимала порчу и привязки. Эта ведунья работала со мной каким-то черным ножом. На ноже были какие-то изображения и что-то написано. Мне все время после этого становилось не по себе. Насколько я знаю, что занимаясь белой магией, то нож должен быть с белой рукояткой и без разных там изображений. А тут ритуально был черный. Ритуальный нож. Хотя эта ведунья утверждала, что она белый маг. Скажите, не сделала ли она мне еще больше порчу? Спасибо за ответ, Марина. Итак, вопрос, конечно, очень интересный. Скажу сразу, да, встречаются в магии основных два типа ножа. Это белый нож и черный нож. Черный нож, он считается, вернее, с черной рукояткой, как правило. Это универсальный нож и называется Атам. Нож же с белой рукояткой называется либо Бельтат, либо Болин. Либо Болин, кому как больше нравится. В принципе, конечно, существуют различные направления работы с этими ножами. Буду кратом. Не буду делать целый очерк, целый выпуск по этим ножам. Но скажу так. Давайте начнем с белого ножа. Белый нож считается для работы с духом. Черный нож является больше для работы с телом. Белый нож тоже участвует в ритуалах. Он является как бы ножом правой руки. Белый нож нельзя осквернять. Белый нож, к примеру, участвует в сборе каких-то трав. Бывают даже белые ножи, такие специальные белые магические ножи для сбора целебных трав. Или магических трав. Но этим белым ножом ни в коем случае нельзя, к примеру, прислоняться или втыкать его, или ковырять землю. Почему? Потому что это его оскверняет. Белым ножом, да, возможно работать так и с кровью. Но больше все-таки предназначен к этому для этих целей черный нож. Черный нож считается больше универсальным. Да, действительно считается белый нож, это нож больше для белой магии. Но напомню еще раз. Не существует белой, черной, серой или еще какой-либо магии. Магия есть одна. Она едина. Дело в том, что направление, как говорится, которое выбирает себе маг, принято называть черными либо белыми. То есть сразу понятно, по какой системе будет, с какой эгрегорной группой будет работать маг. С какими духами, с какими энергиями. Если это маг-некромант, то он никак не может работать, к примеру, белым ножом и работать белой магией. Поэтому универсальным все-таки ножом считается черный нож. Болин, либо болин, больше применяется для работы, как говорится, с духом. При лечении душевного состояния, энергетического состояния. А снятие тяжелых привязок, либо каких-то ритуалов, особенно связанных с кровью. Либо ритуалов, связанных с некротическими привязками. То есть могильные какие-то ритуалы. Там, где работают с энергией мертвых, больше все-таки подходит черный нож. Да, действительно, на черном ноже, как правило, будут символы, иероглифы. Либо нарисованные рисунки, либо нарисованные картины сущностей. Дело в том, что я считаю, что... Что такое ритуальный нож? Это не просто пошел в магазин и купил нож с черной ручкой, и он считается уже ритуальным. Опять же таки, если белые ножи, их гораздо меньше встречается в магии, чем черных ножей. Если белый нож разделяется по видам, то атамов целое множество. Их очень-очень много разновидностей. Вообще правильно, атам изготавливается специальным мастером, специально под какого-либо мага-колдуна. Делается он, как правило, ночью. Белый нож делается, как правило, днем. Но белый нож нельзя точно в темное время суток делать, изготавливать ни в коем случае нельзя. Под определенного мастера, мага-колдуна, наносятся символы. Именно символы, которым он больше будет работать. И этот нож считается индивидуальным. То есть он принадлежит только определенному мастеру. Дело в том, что есть такое понятие, если этот нож каким-то случайным или не случайным образом попал к другому лицу, он может нанести большой вред. Почему? Потому что он призван помогать только своему хозяину. Если этот нож попадает к другому лицу, у этого лица могут пойти жизнь другим путем, могут нанесены быть увещья, тяжелые очень могут быть последствия. Поэтому говорить, каким именно Атамом работала ваша ведунья, колдунья, что там были за символы нанесены, это было бы интересно, как говорится, уточнить сам вопрос. И что там было нарисовано, что обозначает, какие символы, правильно ли вы произнесете, какими магическими силами, каких духов призывала ваша ведунья, это все очень важно. Также хочу вам сказать, не стоит пока переживать, не стоит нервничать. Дело в том, что большинство магов работают в основном именно Атамом, то есть черными ножами и ножами индивидуальными. Это, скажем так, универсальное рабочее средство, действительно мага. Без него, как говорится, никуда. Очень часто, очень часто используется именно черный нож. У многих магов вообще белого ножа, болиной вообще нет. И это не мешает им быть мастерами своего дела. Все-таки, нельзя так сказать, говорить, но более универсальным все-таки считается нож с черной ручкой. Также очень важным моментом бывает не только сам нож, а сами ножны, из чего они сделаны. То есть тот футляр, в котором сам нож находится. Почему? Это очень важно. Дело в том, что не всегда имеется нож. Бывают шкатулки, бывают какие-то предметы, бывают предметы, которые защищают сам нож, когда маг не работает. И для того, чтобы низкие там сущности, такие как лярвы, не отбирали с этого ножа энергию, его защищает какой-то футляр. Также нож, естественно, должен выполнен быть только из натуральных материалов. То есть это рукоятка, допустим, или кость, или определенное дерево, или, допустим, рог оленя, та же самая кость. Но никакой ни пластмассы, никаких синтетических материалов. Ну, а лезвие, естественно, выбрано с определенной стали, определенным образом форма придана и определенным образом заточена. Я думаю, что мой ответ достаточно полный. Хотя я не смог, естественно, ответить вам на ваш вопрос, навели ли вам порчу или нет. Для этого надо сделать все-таки диагностику. Напоследок, Марина, могу вас пригласить просто к себе на консультацию и к себе на диагностику, после которой я точно скажу, есть ли у вас какие-то явления энергетических вмешательств кого-либо, каких-либо сущностей, либо нет. Следующий вопрос звучит так. Здравствуйте! Хочу спросить у вас. У меня муж другой национальности. Живем 3 года, не предохраняясь. Но забеременеть не могу. У меня от прошлого брака есть дети. У него тоже есть от прошлого брака дети. А вот вместе, ну никак. Ходили к врачам, те не могут сказать почему. Ну, я понимаю, почему не могут забеременеть. У нас все нормально, и с анализами, и со здоровьем. Сами врачи посоветовали пойти к бабке. Это что может быть порча? Заранее спасибо, Наталья. Я, конечно, не бабка и не детка, но попробую ответить на ваш вопрос. Хотя сразу, дорогие мои слушатели, очень правильно ставьте вопросы. Бывает, что то, что для вас незначительно в этом вопросе, для меня будет очень важным для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос. Поэтому ничто не заменит личную консультацию. Для иногородних личная консультация может быть по скайпу. Сейчас с этим вообще никаких вопросов возникать не может. Есть интернет, есть компьютер, есть камера, и мы просто беседуем, грубо говоря, онлайн. Итак, возвращаясь к вашему вопросу. Очень важным моментом является, что ваш супруг является другой национальности. Так вот, меня интересует, какой национальности? Он кто? Азиат? Он европеец? Он негр? Кто? На самом деле мы абсолютно разные. То есть, европейская раса, она отличается от негроидной расы. И так же самое отличается от азиат. Отличия даже в костях, отличия в размере, как телостроение, как внутренних органов, отличается реально кости таза, отличаются половые, если мы уже говорим о беременности, отличаются половые органы абсолютно своим строением. Я не говорю, что в корне. Естественно, ни у кого там не квадратный член, естественно, и не пермиидальный. Но есть свои особенности. Мало того, каждые защищены, и защищены по-своему. То есть, сразу вам отвечу, вы когда-нибудь китайца, негра видели? Я думаю, нет. А почему нет? Да потому что при скрещивании негра, извините, афроамериканца и китайца все равно будет рождаться китаец. В любых вариациях. Если китаец мужчина, допустим, с негритянкой все равно будет рождаться китаец, или мужчина негр с китаянкой все равно родится китаец. А, к примеру, бушмены и европейцы вообще не могут иметь потомства. Никак не могут иметь потомства. Поэтому их нация и вымирает. Второй момент. Также является это распределение душ. То есть, если даже два человека с одной и той же нации, с одного и того же как чуть ли не района, решили пожениться, но у них нет детей. Что же это происходит? Нет сверху распределения душ. На самом деле первая мыслеформа о детях появляется тогда и идет первое распределение душ, то есть самое начальное, то есть как бы на рассмотрение. Это тогда, когда мужчина и женщина действительно искренне говорят о совместных детях. Вы сейчас можете возразить, что миллионы там в зачале, даже об этом не думали, на самом деле нет. Каждый думал, не каждый говорил о совместных детях, но как бы такие проекты решаются. То есть, если человек думал искренне, то есть, мужчина думал искренне о детях и женщина думала искренне о детях, идет распределение душ. Таких, как говорится, вариантов очень много, не буду все перечислять, но очень может быть, что именно в вашем союзе не произошло еще конкретное распределение души, то есть, вашего ребенка. И третьим основным фактором, когда абсолютно здоровые, как бы, с медицинской точки зрения люди не могут иметь потомство, это говорит о том, что у них энергетическая несовместимость. Этот в принципе вариант поправимый, поэтому я рекомендую опять же таки прийти ко мне либо к другому человеку лично на прием, сделать диагностику и более детально обсудить этот вопрос. Следующий вопрос. Добрый день, Виктор. Скажите, пожалуйста, кто такой фантом, где его взять и как его можно использовать? И что делать, чтобы понравиться девушке? Без имени, просто почтовый ящик. Попробую ответить, хотя тут два вопроса. Для начала давайте определимся, что же такое фантом. Фантом, в принципе, как его называют, это призрак. Призрак, к примеру, может быть как одушевленного предмета, так и неодушевленного предмета. То есть, летучий голландец, вы помните, такой фильм, да, был, это призрак. Да, это люди представляли летущего голландца. Допустим, какой-то поезд, какой-то самолет, человек представил и реально видит, но его там на самом деле нет. Насколько я понимаю, вопрос стоит о фантомах, о людях. Итак, мы определили, что фантом это по большому счету призрак. На самом деле, мы очень часто создаем фантомы, особенно это тогда, когда мы подвержены большим энергетическим всплескам, таким как любовь, обида, ссора, скандал, но в основном все равно сводится к обиде. Почему? Да потому, что тогда, когда мы обижены на кого-либо, мы представляем своего обидчика. И вот тогда, когда мы представляем своего обидчика, он стоит рядом перед нами и одни там ему бьют в лицо, в морду, третье ее плюют, четвертое режут, там уничтожают, как говорится, самая сладкая, но бесполезная, но абсолютно бесполезная идея, которой занимаются, многие это месть. Сразу скажу этим, не надо заниматься, но суть не в этом, суть в том, что мы создаем фантом, определенный фантом. И вот, к примеру, смотрите, человек за день вспомнил Ваню, Петю, Васю, всех тех, которые его когда-либо обижали. И вот он одному Вася дает в морде, там Петю чуть ли не режет на ремни и так далее и тому подобное. За день он создал три фантома, потом он создал фантом, допустим, что он любит Машу и вызвал фантом Маши. То есть это мы четко представляем, запомните, не дух, не то, что спиритизм, не дух, а фантом, то есть реальный мысли, образ человека, либо какого-либо предмета. Так вот, и этот человек за день создает там 10-15 фантомов. На самом деле эти фантомы для того, чтобы они существовали и не разрушались, их надо энергетически подпитывать. Как это происходит? Эта подпитка это мысли, образы. То есть опять вспомнил про Петю, опять его подпитал. вспомнил про Васю, ты его подпитал. Вспомнил про Машу, как я тебя люблю, Машенька, ты и Машенькин фантом подпитал. Вопрос, надо ли Маше эта энергия, это вопрос уже другой. Но человек и является реальным донором. То есть он создает эти фантомы и реально ходит их и кормит. И причем кормит их постоянно. И вот представьте себе человек, который никогда в жизни не отпускал эти фантомы, он уходит, а за ним целая армия этих фантомов. И их время от времени надо кормить. Потом человек реально чахнет, такой как чахлотный умрующий и говорит нету энергии, нету удачи, нет прибыли, нет денег, нет ничего. Да потому что ты парень, ты создал свою армию фантомов, ты их кормишь, откуда же у тебя останется энергия, ты донор, ты их корм. Поэтому если уж создаете фантомы, а создаете вы их так или иначе, а в особенности я говорю, особенно когда мы обижаемся, мы создаем фантомы, то не забывайте их отправлять. Как отправлять фантомы у меня есть уже на моем видеоблоге виктан.инфо видео как отправлять фантом. Как их можно использовать? Ну использовать фантомы можно в разных целях. Я часто фантомы использую при лечении. К примеру звонит моя недавняя ученица и говорит мой сын попал в больницу, ему там сделали операцию, не можете ли вы помочь на расстоянии. Для работы на расстоянии так или иначе приходится вызывать фантом. Если я человека знаю как он выглядит, то я могу работать без фотографии. Если я никогда либо человека не видел, естественно мне нужна фотография. Почему очень часто? Почему? Потому что очень часто приходит чужой фантом. тому, кому энергия бывает нужнее. Используют фантомы в разных областях и по-разному и колдуны, и маги, и целители. То есть фантом можно использовать точно так же самое, как и нож. Можно колбаску нарезать, а можно человека зарезать. Следующий вопрос какой там был, как, понравится, девочка, как понравится девушке? На этот вопрос я сейчас отвечать не буду, ибо есть целый выпуск, целый выпуск, я постараюсь ссылки оставить под этим видео, на моем видеоблоге виктан.инфо, там целый выпуск, как понравится девушка, как вообще нравится девушка, как мужчине понравится девушка. я надеюсь, там без имени написано, я понимаю, что это писал какой-то юноша, либо мужчина, потому что я надеюсь, что это классический вариант вопроса, то есть мальчик любит девочку и хочет понравиться ей, а не девочка любит девочку, что сейчас в последнее время становится все моднее и моднее. Следующий вопрос. Возле моего дома недалеко постоянно происходит авария, иногда с очень тяжелыми последствиями, и причем это происходит регулярно. Я уже устал наблюдать за этим, за этим то, что я не произношу, эти слова, слова магнит, я уже говорил, что лучше не употреблять на букву Г, начинается оно и состоит из четырех букв. За этим ГО, понятно, да? Это что, место проклятое или может просто случайное совпадение? Людмила. Для начала Людмила хочу сказать, что случайности не бывает. Скорее всего, это неопозная необходимость. Когда человек хочет, желает, проплачивает или ему это нужно, жизнь ему будет преподносить либо урок, либо его ставить в определенное место, в определенное время. Вот, что такое, как говорится, случайность. Просто в обиходе в слове очень часто и легко употреблять слово случайно встретил и потом кардинально поменял и жизнь. Случайно встретил. На самом деле это не случайно произошло, либо человек получил урок, либо он правильно желал, либо неправильно желал, для того, чтобы его жизнь поменялась в эту встречу. Поэтому случайности он убирает. С уверенностью на 95% могу ответить на ваш вопрос, что если на дороге происходит часто авария и вы наблюдаете из собственного окна, либо двора, либо еще откуда, я понимаю, дом находится рядом, то это в принципе наверняка к вам не имеет прямого отношения. Хотя косвенно может цеплять, а может быть и нет. Почему так говорят? На самом деле это просто геопатогенная зона. Скорее всего это зуб дракона. То есть по сетке Хартмана, когда идет пересечение линий, это место в точке пересечения называется зубом дракона. Это сильнейшая геопатогенная зона. Человек с ослабленным биополем, со слабой энергетикой, я не буду употреблять слово со слабой защитой, попадая в такое поле, в такой зуб дракона, возможно отключение его сознания на 2, от 2, вернее не от 2, до 2-4 секунд. А вы представляете, когда машина едет, к примеру, даже 40 км в час, либо 60, а если более километров в час, какое расстояние она проезжает при такой скорости за 2 или 4 секунды. Это громадное расстояние, и если человек просто не понимает, что происходит, как говорится, представьте себе, на 4 секунды просто отключить мозг. Человек едет и не понимает, он попадает в состояние некого сна, и не понимает, он ничего не видит, он не способен реагировать нормально. Тут переходит либо человек, либо проезжает другая машина, и получается дорожно-транспортное происшествие. Скорее всего, это просто очень сильная гепатогенная зона. Если дальше на улице и везде нет авария, там очень часто случается, и именно в этом месте это место находится на пересечении этих линий. Как косвенно может это относиться к вам? Только лишь, если эта гепатогенная зона проходит через ваше жилище, а еще хуже через вашу кровать. Почему кровать? Потому что одну треть собственной жизни мы проводим все-таки в кровати, то есть состояние сна. 8 часов бодрствования, нормальный образ жизни, это, грубо говоря, как в Европе принято 8 часов бодрствования, отдыха, 8 часов сна и 8 часов работа. Трижды 8 24, 24 часа в сутки. В Европе так и называется 3 по 8. У нас можно не работать и иметь деньги, а можно пахать, все время работать и денег, хороших денег или, как говорится, настоящих денег не иметь. Тут уже каждому свое и каждому устраивать свою жизнь так, как он видит и как он может. Об этом тоже у меня очень много выпуска. Поэтому, если там происходит ДТП, стоит задуматься о таком понятии, как геопатогены озона, обратите внимание, какой у вас сон, скачет ли давление, высыпаетесь, какие вы сны видите, снятся ли вам кошмары, может вы просто даже видите какие-то типа сущности, то есть, как перед этим я отвечал, фантомы, фантомы видите в своем жилище, это все может быть вызвано сильнейшим геопатогенным влиянием. Лечится это очень быстро, очень дешево, не побоюсь этого слова, просто очень дешево, расставляются просто блокираторы. Есть масса, великое множество различных способов заблокирования геопатогеновозона, это как и зеркало, и свинец, и там масса-масса разных физических способов, святая вода не поможет, свеча не поможет. Потому что это просто физическое явление, которое это просто физика, это никакой не магии, не колдовства, ничего, это просто физика, это я заявляю, являюсь как оператором биолокации, я вам говорю, это просто геопатогенная зона, можно просто порастает в вашем жилище блокиратора геопатогенных зон. Если хотите посмотреть на блокиратора геопатогенных зон, у меня на сайте они выложены. Там цена блокиратора копеечная. Следующий вопрос. Может ли человек, успешно завершивший обучение на первом уровне рейки, утратить связь с этой энергией? И может ли эта связь быть нарушена в результате негативного опыта самого человека? По-моему, этот вопрос уже мне встречался, когда-то я уже на него отвечал. Отвечал в письменной форме, но, думаю, стоит повторить его. Итак, я не могу понять, по каким причинам многие мастера-учителя говорят, что если долго не практиковать энергию рейки, долго не работать с этой энергией, то эта энергия куда-то девается. Она уходит, вы ее теряете или забываете, или она от вас отказывается. Так вот, знайте, это вранье. При правильной инициации, при правильной инициации в энергию рейки, вхождение в эгрегорную группу рейки, человек получает энергию рейки один раз и на всю оставшуюся жизнь. Ее невозможно потерять, ее невозможно забыть на остановке, ее невозможно украсть другому человеку. Она всегда будет с вами. Это то же самое, как человека покрестили, сделали обряд крещения, а потом он просто не молится лет 30 или 40. Он что, становится некрещеным? Или он выходит с эгрегорной группы христианского? Нет, это никуда не девается. Человек хрещеный. Все, он остается хрещеным на всю жизнь. Точно так же, при правильной инициации, при правильном, скажем так, обряде инициации в энергию рейки, рейкист остается рейкистом. Единственное оно, такое, которое, я думаю, что абсолютно всем понятно, это то, чем мы практикуем, то мы и развиваем. Если вы работаете этой энергией постоянно, вы постоянно открываете, закрываете, вы нарабатываете свой канал. Если вы каждый день лечите людей, своего супруга, детей, соседей, неважно кого, либо принимаете пациента, у вас будет очень сильный, мощный поток. Если, конечно, вы 10 лет или 15, да неважно сколько лет, вы не практиковали рейки, вы не открывали эту энергию, вы не работали с этой энергией, естественно, поток будет просто слабый, но он будет. Поэтому я еще раз повторяю, ее невозможно потерять, забыть, она никуда не уйдет, она никуда не денется. Единственное, да, что можно ее осквернить. Точно так же самое, когда человек богохульствует, ругает Бога и уходит от божественных, как говорится, заповедей, его действительно могут попереть с эгрегорной группой христианства, тут могут выпереть с эгрегорной группой рейки. Это просто осквернить эту энергию. Ну, я не буду объяснять, как, я думаю, вам будет понятно. То есть, в грязных целях ее либо использовать, либо словесно ее как-то очень сильно ругать, обсуждать и в каком-то духе. Следующий вопрос. Уважаемый мастер виктор, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Делать рейки беременной женщине – это полезно? И как это отразится на будущем ребенке? Опять без имени, опять не подписано. Поэтому я не знаю, к кому обращаться. Но я думаю, что этот вопрос задала какая-то барышня. Поэтому буду так и говорить. Милая барышня, я неоднократно говорил и буду говорить и дальше. Да даже это не я придумал, это еще говорил Микао Усуев. Если рейковать беременную женщину, то есть находящуюся в положении беременности, то ребенок будет предрасположен к целительству. только вы можете сделать хорошо, только вы можете нанести, как говорится, пользу, причинить добро и нанести пользу. Почему? Да потому что при помощи рейки люди принимают роды. Я этого не практикую, потому что как бы не совсем мое направление. Но я лично знаю таких мастеров, которые принимали роды вот в наше время и довольно-таки успешно. Даже если плод расположен не к выходу, то есть неправильно находится, то тогда, когда делаешь рейки, плод начинает переворачиваться перед самыми родами. Плод разворачивается, и ребенок выходит, правильно, как говорится, стороной. Ни попой лезет, ни животиком, и не надо даже кесарить. Все происходит натурально. Да, естественно, если плод развился очень большой, а тазобедренные кости не позволяют самой роде девочки, естественно, там надо делать кесарево. Но это, как правило, даже и видно. Поэтому не то, что можно беременной женщине делать рейки, а я бы сказал, даже нужно. Это очень хорошо отразится как на рождении, так и на дальнейшей судьбе этого ребенка. На этом, дорогие друзья, хочу сегодняшний выпуск «Виктан отвечает» под номером, выпуск номер один закончить. И пожелать вам всего самого доброго, самого светлого, мирного неба над головой. Пишите свои комментарии под этим видео, задавайте вопросы, и я буду с радостью на них отвечать. При условии, конечно, что я компетентен в этих вопросах. Еще раз всего вам доброго, до новых встреч, с вами был Виктан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова